Могли ли вы представить, что когда-то из страны придется уезжать Моргенштерну, самому популярному исполнителю последних двух лет? Сегодня такой вариант развития событий стал как никогда реалистичным. Последние инфоповоды, связанные с Элишером, прямо намекают на то, что рэпер вспешностью покинул территорию России после серьезных заявлений со стороны государства. Если делу действительно дадут ход, Моргенштерна может ждать судьба Кизару, он навсегда останется за границей. Что случилось и насколько вероятен самый худший сценарий? Давайте разбираться. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Предлагаем двигаться по хронологии. 23 ноября председатель Сестного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в интернете. Вот цитата госслужащего. Блогер Моргенштерн торгует запрещенными веществами, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность и права человека нарушать нельзя. Как сообщает телеграм-канал news.ru, адвокат музыканта Сергей Жорин признался, что слова председателя СК вызвали у него недоумение. Вот цитата Жорина. Что мы об этом думаем и как будем реагировать имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагирует подчиненная Александра Ивановича Бастрыкина. За четыре дня до этого, 19 ноября, стало известно, что творчество Моргенштерна уже в который раз изучат на наличие в нем пропаганды запрещенных веществ. Хип-хоп-артиста проверят по части 3 статьи 230 УК РФ. Склонение несовершеннолетнего к употреблению запрещенных веществ. Предметом экспертизы Следственного комитета России стало видео на песню Пабло. Также будут изучены соцсети членов съемочной команды Моргенштерна. Рекламщика Артема Клюшина, который занимался распространением клипов музыканта. И режиссера Александра Романова. Такие обвинения в сторону Алишера снова дошли до Кремля. Такое уже было, когда пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать высказывания Моргенштерна по поводу праздника Победы. В этот раз пресс-секретарь лишь ответил на вопрос журналистов, что обвинения в адрес рэпера, обязательно подкрепленные доказательствами, это прерогатива Следственного комитета России. На вопрос журналистов о последнем рабочем контакте российского лидера Владимира Путина и председателя ЭСКА Бастрыкина, которые встречались регулярно, Песков ответил, что второй, безусловно, постоянно докладывает главе государства. То есть про Алишера, скорее всего, уже доложили на самый верх. Ты назвал Путина красавчик. Да. Почему? Да потому что это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. Вот почему. Не потому что ты, наверное, хочешь там типа, ой, он там при... Забавно, как государство сегодня сужает набор тем, доступных для обсуждения в треках тех или иных исполнителей. Конечно, пока что по так называемому делу Моргенштерна ничего точно сказать нельзя, потому что никакого судебного разбирательства просто не было. Да, когда-то Алишера уже штрафовали на 100 тысяч рублей за наличие пропаганды запрещенных веществ, но сегодня обвинение куда серьезнее. Его обвиняют в торговле. Надо понимать, что если этой ситуации дадут ход, мы получим настоящий прецедент. В случае, если Алишер в суде проиграет, он, скорее всего, сядет в тюрьму, а возможность рэперов читать про запрещенные вещества навсегда уйдет в небытие. Поэтому, скорее всего, как бы все в игре не относились к Алишеру в музыкальном плане, каждый исполнитель встанет на его сторону, ведь в противном случае часть свободы слова отберут и у них. Вспомните, в далеком 14-м году в нашей игре был случай, когда рэперу пришлось бежать из страны, из-за того, что в России он был в розыске по обвинению в продаже запрещенных веществ. Речь идет про Кизару, но разница с Алишером в том, что Олег действительно занимался криминалом и никогда этого не скрывал. Что до Моргенштерна, то тут, наверное, сомнения появятся у каждого, кто хоть немного знаком с жизнью главной звезды последних лет. У Алишера явно есть средства для того, чтобы жить ни в чем себе не отказывая, и при этом не занимаясь криминалом. В любом случае, сегодня Моргенштерн пошел по пути к Кизару, ведь он спешно покинул страну. Вчера стало известно, что музыкант вместе с Диларой в тот момент находился в Смоленске. Утром он вместе с охраной сел на поезд и покинул Россию. Если посмотреть его график, то становится понятно, рэпер поехал в Минск. В Белоруссии у него выступление, а уже через несколько дней запланирован концерт в России. К слову, никто из его окружения и даже адвокат не могли подтвердить, что исполнитель именно уехал из страны, хотя в телеграм-каналах ходили слухи, что из Белоруссии артист собирается в Европу. Вот видео из поезда, где Алишер с максимально закрытым лицом был замечен вчера. Концертный директор рэпера заявил, что в Белоруссии у Маргина Штерна запланировано одно событие. Вот его цитата. Первое. Местонахождение Алишера я комментировать не готов, как и местонахождение своей, например, своей сестры. Второе. В ближайшее время у него пройдет мероприятие в Белоруссии. Но когда именно, я говорить не готов и не буду. У нас есть свои договоренности. Третье. В ближайшее время у Алишера запланирован концерт в Москве. Если вы не видите никаких сообщений о том, что он отменен, то значит он состоится по графику. А вот что сказал Ростислав Мурзагулов, близкий друг Моргенштерна. Опять же, прямая речь. Я с Алишером общался на днях. Он совершенно спокойно планировал свою работу. Я неплохо его знаю. Никакой преступной деятельности он никогда не занимался. Тем более такой тяжелой, как торговля запрещенными веществами. Я думаю, что здесь, конечно, уважаемого нашего руководителя СК Александра Бастрыкина кто-то дезинформировал. Выступление в России, про которое говорит концертный директор, это выступление в клубе Джипси 26 ноября. И концерт в Казани, точную дату которого узнать не удалось. Если в случае с Джипси никаких переносев пока что не наблюдается, то вот с казанским концертом все уже пошло не по плану. Выступление в столице Татарстана перенесли на 22-й год. Конечно, скорее всего, это может быть связано с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе. Но нельзя откинуть в сторону и ту версию, что произошло это из-за новых гонений на Моргенштерна. Вспомним, что из-за резонанса по поводу слов о празднике Победы была перенесена премьера шоу русской ниндзи Найс ТС, где главным ведущим был как раз таки Моргенштерн. Ваша мечта стала реальностью и получить титул ниндзя и... Но и на этом не всё. Пока рэпер молчит и никак не комментирует сложившуюся ситуацию, за него решили взяться со всех сторон. Всё дело в том, что вчера ресторан Моргенштерна Кайф Провиненс в Москве временно закрыли. В заведение пришла внеплановая проверка, и инспекторы установили, что в баре на Большой Дмитровке не было лицензии на продажу алкоголя. Срок, на который приостановлена работа заведения, пока не ясен. Всё-таки подобные нарушения вряд ли сильно отразятся на работе заведения. Моргенштерна и его помощники очень быстро сумеют уладить ситуацию и все проблемы с лицензией. Интересно тут как раз таки другое. Все эти события начали происходить в одно время. Мы уже делали ролик про то, что над Моргенштерном сгущаются тучи. На него и раньше постоянно жаловались в государственной инстанции. Нередко дела даже доходили до суда. Однако в последнее время подобные события стали происходить одно за другим, не давая никакой передышки рэперу. Конечно, с какой-то стороны это полезно, ведь даёт Моргенштерну хайп и узнаваемость по всей стране. Но с другой стороны, над ним всегда висит опасность поплатиться за свои слова и треки. Поэтому не исключён вариант, что уехав однажды за границу, Алишер попросту не вернётся на родину, как это в своё время сделал Кизаро. Разница в том, что Олег точно знает, если вернётся в Россию, он точно окажется за решёткой. А в случае с Алишером всё очень неопределённо. И эта неопределённость должна расстраивать рэпера больше всего. Забавно, что Алишера сейчас начали активно троллить, хотя казалось бы ситуация так себе. Всё дело в том, что он очень положительно высказывался про Россию, как про страну, в которой можно легко сделать бизнес и подняться. Это было интервью Дудю, и вот как звучал пассаж Моргенштерна. В том, что вы живёте, виноваты только вы. Вы принимайте правила игры, изучите их, не боритесь с ними, а просто используйте для себя. У нас вообще, у нас прекрасная страна для того, чтобы строить в ней бизнес. Сам это понимаешь, да? У нас прекрасная страна вообще, чтобы, как вот это, то, что называется подняться, чтобы подняться. Это можно сделать легко. Главное просто перестать ныть, перестать винить верхушку в том, что всё. Найти лазеечки, принять правила игры и пользоваться этим. Также в интервью Ксении Собчак он заявил, что ему теперь не хочется бороться с теми, кто задаёт правила игры. Ведь те, кто действительно в России задаёт правила игры, по его словам, могут по щелчку пальцев сделать так, чтобы тебя не стало. В том же самом интервью для Собчак он предложил всем тем, кто возмущается ситуацией в стране, уезжать отсюда. В общем, в последнее время Алишер показывал себя как лояльного к власти человека. Видимо, для того, чтобы от него уже отвязались с бесконечными проверками и штрафами. Хотя вполне возможно, что он действительно поменял своё мнение относительно власти мущих. В любом случае, сегодня, видимо, Моргенштерн уже так не думает. Потому что за него активно взялось то самое государство и те самые власти мущие. Уж не знаем, кому именно в правительстве мешает Алишер и его треки. Но совершенно очевидно, что просто так его теперь не оставят. В любом случае, такие громкие заявления от настолько высокостоящих должностных лиц не проходят просто так. Скорее всего, будет организована ещё не одна проверка. В ходе этих проверок против Алишера обязательно что-нибудь найдут. В лучшем случае, после возвращения на родину, его будет ждать большой штраф. А в худшем – реальный срок. И, к сожалению, негативный вариант событий вполне возможен. Напомним, что не так давно Моргенштерн даже выпускал видео, где признавался, что начал благотворительную акцию из-за страха перед уголовным делом. Если вы помните эпопею со сбором 170 миллионов рублей на лечение Ильи Худобе, то в памяти сразу всплывает ролик, где Алишер признаётся, ему грозили уголовным делом о пропаганде запрещенных веществ. И некий осведомлённый источник сообщил музыканту, что ему могут подкинуть кое-что. Однако ему намекнули, что тот может помочь ребёнку майора полиции. И таким образом заработать очков. Вот такая ситуация сегодня сложилась вокруг Моргенштерна. А как думаете вы, вернётся ли он в Россию? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!